Конечно, когда запостили про мой ивент, реакция была очень забавной. Меня зовут Наташа, я проживаю в Штатах последние три года. До этого я в Украине работала в интернет-агентстве, я была специалистом по контекстной рекламе. И я преподавала контекстную рекламу в школах маркетинга. В основном это была реклама в Гугле и в Яндексе. После того, как я переехала в Штаты, я где-то полгода фрилансила. Я поняла, что реклама в Гугле тут нереально дорогая, и она подходит далеко не всем. И вообще рынок Америки больше, ну как бы в интернет-маркетинге больше. Сейчас идет акцент на соцсети, по-моему, конечно, в Facebook. Очень растет Pinterest, Instagram, Snapchat. И я начала потихонечку изучать все это. Я брала клиентов на фриланс, а пока не нашла работы. У меня где-то полгода заняли поиски работы. И вот сейчас я работаю. Ну, то есть меня взяли сначала на работу контекстиком, а потом чуть позже мы вместе, совместно с директором, запустили полностью e-commerce проект. Это проект по йоге. Мы сделали огромное пообщество за чуть больше, чем год. Мы вырастили соцсети. То есть у нас есть в Facebook. Сейчас уже там к 50 тысячам подтягивается количество людей. Вырастили Pinterest, Instagram. И совместно с этим мы сделали блог, который мы уже монетизируем. И он уже в плюсе. И совместно мы запустили три интернет-магазина. То есть это все про йогу, но они немножечко разные. Один из них про рома масла. И все, что касается рома масел. Один там всякие коврики для йоги. И все там для занятий йогой. И третий – это там всякая ювелирка для йоги. Параллельно, чуть позже, мы получили Amazon. Этси. И вот, собственно, все. Нас команда всего очень небольшая. У нас всего четыре человека, которые этим в основном занимаются. Плюс у нас есть дизайнеры и видеографы. Но я полноценно руковожу этим проектом, потому что год тому назад мой директор попал в классную барьбу. Разбил машину. И год он был на операции. И так как мы товар благополучно закупили, и у нас был полный вклад товара, а я понимала на тот момент, то есть про этиксную рекламу, мне пришлось всему этому учиться и делать это все с нуля. То есть набирать команду, обучать людей, американцев. И, ну, то есть я посетила много ивентов, я проходила любые курсы. И сейчас у нас два магазина на Амазоне, в которых прибыльность составляет 40%. То есть очень, ну, достаточно высокая, даже после рекламы и всего. И каждый наш товар мы запускаем через соцсети, через нашу уже имейл-базу, через наш блог, через видео на Ютубе и так далее. Вот, то есть всему этому мы учились сами на собственных ошибках и так далее. Вот, так как у меня уже, ну, в общей сложности 6 лет опыта с интернет-маркетингом, в основном с запуском рекламы, я училась, вот именно в основном в Facebook я училась только у американцев. У меня тут, ну, в соседних офисах сидят ребята, которые постоянно размещают рекламу. То есть я училась у них всяким там фишкам, ну, как попробовать, что настраивать, что мы делали. Поэтому мне, правда, есть чем поделиться на эту тему. Очень многие мне в последнее время писали. Там я веду свой блог. Я тут еще не видел, я не знаю, там, когда была презентация этого лайва, там тоже скидывал Денис. Ну, потом в чат скинешь. Да, скидываю на блог. То есть я его веду не так часто, но где-то там раз в месяц я стараюсь писать статью либо про интернет-маркетинг, либо, в общем, про Америку, и про все, что мы делаем, пробуем, ну, там, конференции, которые я посещаю. И я долго делилась всем этим бесплатно, без какой-либо рекламы. Уже два года я веду этот блог. И вот недавно ко мне начали обращаться за консультацией. Было достаточно много амазонщиков, и я поняла, что я немножечко устаю каждый день консультировать. Ну, то есть у меня есть время, по сути, только утром перед работой один час. И у меня, ну, мне приходилось вставать там 6.30 утра, чтобы утром на час созвониться с людьми и потом идти на работу, а вечером у вас уже ночь. Я подумала, что надо провести уже какой-то ивент, о котором многие тоже просили, когда я постила. Люди писали в комментариях, что Наташа, давай курс. Курсу я по-наценному пока не готова, но решила провести вот тренинг четырехчасовой, в котором я включу весь максимум информации, которую я знаю. Там, как настраивать рекламу, какие нюансы настройки рекламы, как получать рафию бесплатно в тех же соцсетях, в основном Пинтерест и Инстаграм. С Фейсбука только платно. Ну, пока не вырастите такое сообщество большое. Сейчас уже тратить получение бесплатно. Но на начале однозначно нужна реклама. И кроме этого, я после этого планирую открыть закрытую группу, где в течение двух-трех недель после тренинга я буду еще отвечать на вопросы. Потому что я понимаю, что за эти четыре часа мы все не успеем обсудить. Плюс у людей обычно вопросы сникают после тренинга. Я заметила, что очень многие возмущаются, они недовольны именно тем, что после тренинга преподаватели не отвечают на вопросы. А вопросы как раз появляются потом. Поэтому я хочу сделать на две-три недели такую закрытую группу, где будут только участники. И где мы сможем обсудить все-все-все, что накопило, чтобы другие люди заходили и уже общались между собой. Я буду периодически что-то там тоже писать, отвечать на какие-то вопросы. У меня вопрос единственный, знаешь какой? Может чуть-чуть более конкретный. То есть понятно, что настройка PPC, понятно, то есть чуть-чуть более поглубже расскажи, то есть что там будет, чтобы людям было более понятно. Потому что много всего, и человек может просто не понять, подходит ко мне, не подходит. Я, например, год, у меня один товар. Я там два года, или там полгода, или только начинаю. То есть кому это больше подходит? Подходит тем, кто хочет расти в свой бренд и получать трафик вне Амазона. Потому что это помогает тем, кто только запускает. Особенно реклама в Фейсбуке. То есть все сразу человек не может запустить, просто физически не будет хватать на все время. Там ввести Инстаграм и Пинтерет, и в команде. если сейчас работаем над запуском именно там первого продукта. Но Фейсбук однозначно помогает при запуске. Ну, кто-то там, не знаю, кто-то раздает купоны. И даже когда вот это вот все делается, есть очень много нюансов в настройке рекламы. То есть, например, тот же нюанс, как я видела, что сейчас очень многие это знают. Вот я там запустил рекламу, у меня там что-то не работает. Можно ли поменять, ну, изменить в группе что-то, например, расключить какой-то возраст, который приносит дорогие клики. На самом деле в одной и той же группе этого делать нельзя. Но как только вы меняете что-то в настройках группы, она сразу же перезаписывается по новой, и все, что делалось на протяжении какого-то времени, оно сбивается, и вся группа запускается по новой. Поэтому, когда вы хотите внести какое-то изменение в группу, ее надо создать конь, и в ней уже тестировать что-то новое. Вот. И вот таких вот нюансов очень много. То есть, людям, которые даже хотят раздавать купоны, надо это понимать, как правильно настраивать вот эту рекламу, какой вид выбрать, как выставлять ставки, как правильно выбирать таргетинги и так далее. Так, классно. То есть, с самого начала я планирую где-то минут 10-15 вообще отдыхать про американцы. Я это делала в Украине, я проводила... В прошлом году я приезжала, и вместе с веб-промо, я не знаю, школа такая, веб-промо-эксперт, я проводила у них вживую как тоже тренинг, где-то он 4 часа длился, но это было больше для фрилансеров и тех, кто вообще планирует какой-либо, ну, больше ищут клиентов в Америке, больше как агентства, фрилансеры. И вот я начинала его с того, что я рассказывала, кто вообще такие американцы и чем они живут, ну, особенностями Алипеда. Ну, это тоже очень важно понимать, с кем вы работаете, да, чем эти люди вообще живут. Вот, и я тут сейчас я больше адаптирую под B2C, то есть, вот, ну, клиентов в Америке. Далее, какой вид внешнего трафика выбрать для Амазон? То есть расскажу, какие вообще есть, как можно, ну, для чего он вообще, для чего мы вообще запускаем внешний трафик? Для каких-то товаров это надо просто для запуска товаров и сразу же бустом, ну, продаж. Для каких-то товаров подойдет именно реклама регулярная, когда вы задавали продажи на более высокомаржинальные товары. Ну, как правильно вообще составлять эту рекламу? Потому что, вот у нас тоже есть пример, недавно мы запускали рекламу у нас очень дорогие есть коврики по йоге дизайнерские, и все, что мы не пробовали, оно не продавалось. Правда, это был безумно тяжелый для меня товар. Мы продавали там максимум 3-5 ковриков в неделю, и оно просто у нас зависло на складе, и, ну, мне никакая реклама не помогала. И только изучив там огромное количество рекламных компаний, даже не то, что в йоге, а вообще, в принципе, в, ну, в принципе, таких больших сообществ, в которых я вижу тысячи там лайков, комментариев людей, которые хотят это товар, я поняла, какой есть там особый алгоритм создания видео, которое будет продавать. Я еле заставила наших видеографов сделать некрасивое видео, потому что мы делали видео на пляжах, и они не продавали. Вот, я сделала, ну, полностью сделали режиссу абсолютно по-другому составленного видео, с другим текстом, и сейчас началось продавать это 5-7 ковриковых дней, и это очень хорошо для этого товара. То есть мы там сверяли с крупнейшими конкурентами, и они продают, ну, не больше. Вот, ну, это такой сложный товар, который я никому не советую не покупать, но очень много дает для брендинга. Вот, дальше, ну, то есть, основные настройки там рекламы в Facebook. Еще такой нюанс, что достаточно сложно вообще писать тексты объявлений, и у меня есть, ну, несколько таких, я собирала для себя подборок с разных сайтов, которые делали подборку лучших реклам за год, и вот там вот везде составлены тексты. И эти тексты можно копировать и немножечко перепродировать, и они однозначно успешные, то есть эти компании делали огромные, зарабатывали огромные деньги на этом, и они крутили эту рекламу там год, иногда даже больше одно объявление, это видно там по срокам, по ангейшменту и так далее. И, ну, то есть, я при составлении рекламы, мне тоже мой английский еще далеко не идеальный. И я понимаю, что людям, которые, ну, немцы, им еще тяжелее, да, коммуницировать с американцами так, чтобы они понимали. Даже если вы знаете английский, все равно, ну, тяжело написать на том, чтобы вот американцы именно по англе, что оно звучало по их. И вот из этих, ну, из этих подборок можно составлять очень крутые объявления, которые будут звучать хорошо для американцев. То есть вот этим всем я поделилась. Потом Инстаграм совместно с Амазоном, то есть как вообще создавать аккаунт, как собирать подписчиков, и из Инстаграма можно получать бесплатный трафик. Вот про бесплатный подробнее. Народ тут переживает за бесплатный трафик, откуда можно его хапнуть. Надо же как-то сразу окупить, сразу окупить, надо же, курс. Расскажи по поводу Инстаграма, как раз Илья с Инстаграмом потом подключится. Это надо время. То есть Инстаграм, если хоть, ну, можно получать бесплатный трафик из Инстаграма, но на это надо время. И для этого иметь либо кого-то, кто будет в помощь сидеть и заниматься этим регулярно. Ну, либо самому находить на это время. Пинтерест очень круто растет. И с Пинтереста мы получаем очень много трафика, в основном на блог. Но и мы делали там несколько досок для Амазона, и тоже получаем трафик. На Амазон, вот чем крутая аудитория в Пинтересте, это в основном женская аудитория. Мужская очень растет, но все еще в Пинтересте большинство женщин, и они заходят туда покупать. То есть очень многие на Пинтересте ищут идеи того, что купить. И если у вас там что-то особенно в сфере, там, дизайна или пухон, такой вот Пинтерест вообще отлично может для вас работать. Ну, Инстаграм тоже, так понимаю, своя специфика там в любом случае. Да, в Инстаграме и спиннеры продавали. Инстаграм тоже как правильно его... Ну, то есть надо понимать всем, что не любой товар может продаваться на определенных площадках, потому что везде своя специфика все равно есть. А, ну вот поэтому я и буду говорить. То есть какой выбрать, для какого товара, для какой категории, ну, что для кого лучше работать. Я думаю, многим интересно будет. Еще интересно будет по поводу вот этих сайтов наших, прокладок, так скажем, или, соответственно, там какой-то конструктор типа Shopify или, соответственно, свой, там на WordPress какой-нибудь. Вот, то есть я так понимаю, об этом тоже будет затронуто, потому что некоторых интересует сразу переход на сайты, чтобы трафик над ней на Amazon. Amazon все равно, в принципе, многие вообще с него никогда, может, и не уйдут на самом деле. Но перспектива должна какая-то красивая быть, что мы когда-то построим свой бренд. Вот, то есть это тоже интересно, в любом случае, мне кажется. Это будет ватрон? Да, у меня есть. Я добавила это как бонусы. То есть я хочу рассказать эти для хендмейда. Ну, то есть по-любому я ожидаю, что у меня будет какая-то аудитория. Ну, то есть я сделаю опросы, у меня сейчас уже записалось 87 человек. А, и тут я сделаю опросы, сколько из людей вообще что-то, ну, таким-то образом связано с хендмейдом или планируют. И, ну, если много будет, то мы однозначно поговорим про Экс. Если там не будет таких, то... Экс и хендмейд в сравнении с, например, амазоновским хендмейдом. Амазоновский хендмейд не так развит, и разница в том, что на Экс приходят люди, которые готовы тратить значительно больше денег, и они намного более довольны всегда. То есть даже те же товары, которые мы продаем на Амазон, и эти же товары, которые мы продаем на Экс. На Экс у нас 99% пятизвездочных отзывов, и они все настоящие, искренние, и люди настолько счастливы, просто, ну... Ну, короче, другой контингент. То есть как сравнивать ЭП с Амазоном, так же Экс с Амазоном можно сравнить, да? Совсем разные контингенты. И люди покупают за дороже. То есть у нас тот же товар стоит на Эксе, где-то на процентов 30-40 депрежа. Люди покупают, ну, с той же интенсивностью, как на Амазон. Вот. И про Shopify я однозначно расскажу. Да, я расскажу, как использовать... Ну, наши примеры, которые мы делаем, как прокладки для товаров, как мы запускали рекламу для Aroma Lamp, и как мы вели через наш... Aroma Lamp и диффузеры, наши любимые. Куми Дипер диффузеры, я их обожаю просто. Все в январе сделали ресерш. Я человек 20 знаю, которые их привезли. Только, ё-моё, это просто кошмар какой-то. На ваш деле. Да, правда, это Aroma Lamp, но на самом деле, это, ну, достаточно хороший товар, и у нас он пошёл. Мы его долго не могли тоже, не знали, как его продавать, потому что он тоже такой достаточно дорогой. и, ну, у нас ещё такая проблема, что у нас не всё было на FBA сразу же, у нас очень много на своих складах, потому что мы изначально закупили на своих складах. И мы долго, в общем, мучились этими диффузерами, пока не запустили рекламу, и вот за счёт рекламы как раз прошёл такой буст, что мы вышли в аутовсток за месяц, ну, мы не ожидали вообще. То есть PPC, да, я так понимаю, правильно? А? Реклама PPC имеется в виду, внутренний трафик. В Facebook. А, в Facebook даже, вот, интересно как. Да. Не, ну это, конечно, вообще, то есть вы нам говорите такие вещи, вот мы тут бьёмся за внутренний трафик, про внешний мне даже голову не приходит, что можно оттуда в аутовсток вылететь. Вот, пока ещё не доросли. Так, а, ну, в чём смысл? Когда начинаются продажи, если есть в аутовсток, они поднимают продажи внутренние. Естественно, но мы просто это консолидируем, именно вот этот упор делаем, именно на внутренний трафик давим, чтобы органика поднялась. Не изнутри, то есть изнутри давим, а можно, оказывается, и снаружи. Просто я реально сейчас не сказал, я даже не подумал, потому что мы сколько раз запускали, все до одного лендинги провалились, предварительный предзаказ провалился, как там у всех делают, то есть всё провалилось. Я со многими говорил людьми, которые именно спецы в этом деле, то есть они пришли, они там гугловскую рекламу до одного цента довели, у них там миллион этих ключевых запросов. То есть там такие таблицы огромные, я просто посмотреть даже не мог. Вот, и ничего никого не получилось. И гнали и на прокладки, и прокладки меняли, и делали их большие, ну, то есть как мы мечтаем, чтобы видео было, чтобы и буллеты были, чтобы всё было. И кнопок 20 штук, и никто не переходит. И другая ситуация, мы говорим, на ней перегруженный сайт. Сделали сайт, только видео, буллеты и огромные две кнопки. Жми не хочу, не хотят. После этого просто взяли напрямую и начали знать, пошли продажи. Но продажи пошли, трафик упал, потому что огромное количество людей заходит, ну, то есть трафик увеличился, конверсия упала, и он совсем, да, и он упал совсем сильно. И получается, без внешнего трафика у него нет вообще продаж, так вот есть какие-то 7-10 продаж в день, а так ничего нет. И органики нет совсем. То есть патовая ситуация. И бросить не может, и двинуться дальше не может. Вот. И вот в такой вот ситуации, вот у меня вот сколько, что мне люди рассказывают, да, наверное, он рекламировал не целенаправленно, не велосипеды, а колеса для велосипеда. Такая проблема, что я тоже, когда я приехала только в Штаты и запускала рекламу так, как я привыкла, она не работала. И, ну, мне надо было абсолютно заново переучиваться и понимать, как это стоит. Здесь общаться огромное количество с американцами, ну, огромное количество времени с американцами, пробовать какие-то там фишки. И опять же, какая-то одна сработает, какая-то другая не сработает. Ну, и вот я хочу достать максимум возможных, чтобы люди начали их пробовать перестепить. Теперь я для этого привел Илью как раз. У него очень удачно, хорошо, я так понимаю, инстаграм в России работает, он его сейчас двигает, и в Америке. Так что, Илью, тебе слово, пожалуйста, расскажи нам что-нибудь и давайте дискуссию между вами начнем. Мне очень интересно. Ну, как таковая дискуссия, я не уверен, что это какая-то дискуссия. То есть тут, в чем именно момент, но для начала, давайте вот по вопросам пройдемся. Получается, вот есть вопрос по поводу инстаграма, по поводу купонов в инстаграме. Натали, вот можете прокомментировать вот этот момент? Она их, наверное, не видит, прочитай ее, пожалуйста. Да. Наталья, в вашей программе заявлена раздача купонов в инстаграм. Это ошибка. В инстаграме невозможно дать купоны, как в фейсбуке. Можно купон написать в байо. Байо. Ну, я не знаю, как это на русском называется. Ну, вверх, да, за купон, можно написать купон и можно указать ссылку на уже там саму страницу, с которой вы хотите купить. То есть, купон можно раздавать. Можно прям мы напишите нам в личку и мы вам дадим купон. Но чаще всего мы просто делаем в байо. Ну, да, да, вот как раз Ирина пишет био. Да, да. Вот, в чем проблема, может быть? Имеется в виду, что нельзя запустить рекламу на как она называется? Офер? Офера нет. Да, в инстаграме есть. Функционала нет этого в инстаграме однозначно, как в фейсбуке. Такого функционала нет. Наталья, вот вкратце, вот какой, например, у нас опыт, да? Если брать прокачанные, вот, например, аккаунты в инстаграм, в Америке, в Штатах, вот мы сейчас только стартуем, да, и пытаемся свой аккаунт раскачивать. Вот, в России у нас какой опыт? У нас аккаунт в лучшее время доходил до 130 тысяч активных, да, ненакрученных, вот, и, соответственно, туда-сюда оно прыгает, потому что, например, есть какая-то волна, когда мы даем какую-то рекламу, договариваемся с каким-то лидером, минусом, да, собственно, идет приток людей, вот, дальше, в любом случае, следует какой-то отток, ну, в какое-то время, вот, на текущий момент, там у нас, по-моему, 112-115 тысяч, вот, а сколько, вот, как мы понимаем, да, в Америке, вот, прокачать этот аккаунт, набрать вот эту аудиторию, вот, мы видели вашу статью по поводу Facebook, 40 тысяч, в сути, это вот год у вас заняло, да, чтобы, ну, на наш взгляд, это действительно, это такая, это нелегкая работа, это рутинная, сложная работа, ежедневная, да, порой так люди и без их работают, ну, вот, просто мы из нашего опыта, то есть, если мы действительно, я к чему это говорю, если мы действительно хотим прокачать бренд, растить бренд, да, в Америке, там, ну, не в Америке, то, в любом случае, нам потребуется, ну, довольно много усилий, для того, набрать эту аудиторию, вовлечь ее, да, и потом уже с ней работать, то есть, как бы потом, сами плюшки мы, как бы, вроде бы, как позже будем получить, да, я не говорю, что вот, то, что сейчас идет, вот, офферы, да, и быстрые, вот этот, быстрые-быстрые заработки, ну, в смысле, именно ведения трафика на Амазон, вот, в зрении просто рекламы, но, как бы, это одна стратегия, да, но есть и другая стратегия, когда мы просто, вот, прокачиваем именно свой бренд, правильно? Да, но на самом деле, не так много это времени занимает, это правильное дело, ведь в Фейсбуке, например, можно планировать посты, и сейчас мы дошли, ну, сейчас у нас, такси, настолько просто происходит, то есть, мы садимся в первый день месяца, и, и тратим на то, чтобы собрать посты на месяц, и запускаем их, и все, ну, периодически, когда, как только это старт аккаунт, то периодически надо просто продвигать эти посты, правильно это делать, сейчас уже оно просто органически растет, то есть, можно разве что запустить параллельно рекламу на лайке страницы, там, за 5 долларов в день, это все будет подрастать, подрастать еще, вот, а основная аудитория уже активная, ну, она вся целевая, никаких у нас нет блоков, никаких напуток, и вся эта аудитория максимально заинтересована в йоге, поэтому, ну, там, я могу всегда показать, что какой пост мы не делаем, мы органически собираем, ну, сладкий изменимент полноценный, вот, и поэтому сейчас, ну, как бы на начальном этапе у меня занимало очень много времени, потому что я не понимала, какая подсветка, я не понимала, где искать этот контент, и сейчас я уже собрала для себя полностью места, куда я просто захожу и собираю туда контент, с этих же мест я собираю вот, сих, куда я не смогу написать, и, ну, на месяц у меня запланирован, я забываю про Facebook, ну, и там периодически проводим какие-то там акции, да, какие-то там, да, встречи, это уже вручную, там, несколько раз в месяц делается, или там совместно связываемся с какими-то брендами и проводим что-то совместно, вот, но основная рутинная работа делается достаточно легко. Ясно, вот тут вопросы, вопросы, вопросы. Давай. Я готова. По всему вопросу. Да вопросов в принципе особо-то нет на самом деле, просто обсуждение идет. Давайте вопросы тогда, если интересные будут, я пока ничего не вижу. Обсуждение. Обсуждение о том, что бренд создать долго и дорого, а не дорого равно долго и наоборот. Вот, из-за этого все понятно, все измеряется, время, деньги и так далее, вот, так что это нормально, просто бывает более успешно. Мы будем говорить о бренде, в основном там, людям интересно, как заработать сейчас, правильно, как что-то запустить. То есть мы будем охватывать, как запускать рекламу для там тех же портов, либо рекламу на продажу. То есть основные настройки всего, это очень важно, потому что, я же говорю, они здесь по-другому устраивают, не так, как мы привыкли. И даже если там был опыт цель, то здесь он другое, он по-другому делается. А если не было опыта, то, ну, особенно это надо людям, ну, я буду показывать в реал-тайме, я буду заходить в аккаунт и буду показывать, как делаются все настройки в той же рекламе в Facebook. С Pinterest, там, к сожалению, проблема, но тоже можно, там тоже можно запускать рекламу, но надо иметь американскую карту. Поэтому с рекламой в Pinterest, оно не получится, если у вас нет американской карты, и к пайонерам не подходят. Ну, поэтому в Pinterest есть много других статей, как получать бесплатный трафик. Там есть совместные доски, и совместно можно получать трафик из вот таких вот совместных досок, если регулярно с кем-то коммуницировать и cooperate, как это так сказать, обедение. Натали, извиняюсь, перебиваю, сколько стоит? Вот вопросы, Денис, они у меня уходят, как сделать, чтобы ленту смотреть? Да никак не делать, сейчас, сейчас, сейчас я подумаю. Ну, вот я те, что запомнил, вопросы, Натали, а примерная стоимость блогера с аудиторией 200-300 тысяч подписчиков? Примерная стоимость блогера размещения? Очень разная, кто-то может запросить 30 долларов, а кто-то может запросить 300-500, надо просто, ну, искать. От спроса аудитория зависит, правильно? Бизнес будет одно, дети будут другое, соответственно, врачебные там эти вещи, там, третьи и так далее. Да. Ну, однозначно. У меня более длинные. С каждым блогером индивидуальные, бесплатно сделать. Есть абсолютно разные. Так, понятно. Как понизить цену клика при аудитории 8 лет. Ну, вот это мы будем обсуждать. это у меня такие частные, да, я тоже согласен. Образцы текстов для раздачи купонов через Facebook конкурса будет представлены что-то, база какая-то? Будет ли что? Будут ли представлены образцы текстов для раздачи купонов через Facebook? Однозначно, да, конечно. Я же говорю, я максимально соберу вот все возможные тексты для объявлений как купонов, так и там рекламы, для того, чтобы вы могли, ну, вам была похожа, чтобы американцы вас понимали и это не было там на Крымом. Спрашивают. Ну вот, Натали, наш тоже пример, получается, американские паблики предлагают сами назвать свою цену. какая приемлемая, какая приемлемая может быть цена? Вот они говорят, ребят, да мы вообще, мы готовы, ваш бренд, он такой классный, мы готовы его продвинуть, но вы вот скажите вашу цену, сколько хотите, а мы дальше подумаем. Вот нет каких-то вот примерных цифр, которые можно им озвучивать? Это настолько индивидуально, я не знаю, зависит от того, сколько вообще у них подписчиков и насколько они активны. Предположим, 200-300 тысяч, как вот спрашивают. Ну, лучше начать всегда с меньших, можно 30-50 долларов и посмотреть, как это реагирует. Ну, а чтобы не обиделись сразу, морду же не набьет в любом случае. Можно что-то придумать и самому что мы делаем в таких ситуациях. Мы говорим, что вот давайте такую там более низкую цену, но мы что-то сделаем вам тоже, что-то опубликуем у себя, сделаем вам какой-то видеоотзыв или какой-то там ясный какой-то там бонус, который может быть им тоже полезен. Так, спрашивают, можно примеры статистики положили-получили лайков, переходов на сайт, ну так, хотя бы что-то такое. Я не понимаю. Я сейчас не делал каких-то отсчетов. Я тоже думаю, ну ладно. Так, мы столкнулись с тем, что менталинский паблик предлагает, так понятно. Ну, я могу сказать по нашему фейсбук-аккаунту, что мы тратили в начале 150 долларов в мире. Просто недавно написал человек, спросил Наташ, мне тут предложили услугу нагонять там что-то типа 3000 подписчиков, я не помню сколько там было, на фейсбук за 150 долларов. То есть, насколько я поняла, трудсервис просто добавлял людей, вообще непонятно откуда, в паблик за 150 долларов. За точно такие же деньги можно просто запустить и собирать людей, которые будут настоящие, целевые, активные и будут покупателями. Вместо того, чтобы добавлять каких-то ботов непонятных, которые потом поотваливаются, даже не ботов, людей, которые насильно добавили в бот, и у них нет совершенно этих интересов. Я всегда очень против вот этих всех любых способов накруток ботами, когда можно зарежить свои деньги правильно и хорошо. Понял. То есть, это у нас подход американский, у нас сейчас завтра будет лайв по серому продвижению, как раз белое продвижение, серое продвижение. Мы предоставляем весь спектр услуг. Ну, в любом случае, я считаю, мой подход такой, люди должны знать, хочу все знать, а ты уже сам принимаешь решение, что тебе надо. кому-то надо сейчас и сразу и все, а кому-то надо построить бренд, и он понимает, что это затратно и долго, но он понимает, зачем оно это делает. Потому что, когда человек не понимает, зачем он это делает, он может просто недотерпеть и сказать, нет, бренд не нужен. Вот, у меня уже сил на него нет, не психологически. Так, понятно, что у нас тут еще интересное делать? Раскочил вопрос в паблике, рекламируетесь, Натали? Глупост был. В пабликах, в пабликах сами рекламируетесь аккаунты, свой товар? Так, ничего не слышу, все приоритет. Еще раз, Илья. Раскочил вопрос в наших пабликах, в пабликах вы рекламируетесь? В пабликах? В наших пабликах? Вы сами, в других пабликах. Вы сами, а разместите. Слышно меня, нет? Она отключилась, походу. Сейчас подключится. А. А. Алло. Да, мы слышим. Алло. Алло. Алло, ребят, слышите? Да, я слышу. Да, слышно. О, отлично, потому что я ничего не слышала. Рекламируем ли мы в пабликах товар в своих пабликах или в конкурентах? В пабликах будет сказать конкурентов. Ну, скорее, да, я думаю, в этом вопрос был. Как вы себя рекламируете сами просто? В пабликах рекламируете? Что-то никак. Сейчас я перезвоню заново, групповой звонок. на самом интересном месте. Алло. Да. Да, да, слышно. Да. Давайте без видео попробуем, Илья. Да. Вроде на самом деле этот в Афориде планируется шторм Эмили, или как-то так, возможно, но у нас уже были перебои с мобильной связью, поэтому, возможно, и с другом там больше. Сейчас попробуем без видео просто, трафик, думаю, получше будет. Может быть. Вопрос был такой, вы себя рекламируете в других пабликах? Да. Мы, это называется Apple Rate, да, совместная, как это сказать, на русском, это было? Совместный как бы проспромоутинг. Вот даже, я не знаю, ну там, многие были в форуме сейлс-хаба, и там был Райан Моран, да, и он рассказывал о том, что он продал свой паблик, свою страницу «I love yoga». Вот мы сейчас работаем в компании, которая купила у него, собственно говоря, паблик, и мы с ними бесплатно обмениваемся рекламой товаров. То есть, мы в этом большом паблике тоже можно часто увидеть и это все за счет того, что мы многое делали для них, мы там тоже часто публиковали какие-то их мероприятия, и буквально недавно мы с ними звонили с полной страны, и были в шоке, что мы там за год подняли по сути три бренда такой небольшой команды, и они сейчас максимально даже у них один товар стоит две с половиной тысячи долларов, то есть, просто отправить им товар, чтобы они у себя на сайте это сделали, но мы договорились, что они сделают обзор наших товаров бесплатно. Вот, это тоже название френдинг и ну, вот это вот коллаборейшн с взаимопиаром, когда ты что-то делаешь людям хорошо. Ну, да. Взаимопиар, вот Ирина пишет. Да, да, взаимопиар, вот, нашли, нашли русскую. Вот, это, по сути, то же самое, что произошло с моим тренингом. Многие почему-то считают, что я сейлс-хабом, абсолютно независимые люди, но с сейлс-хабом я дружу очень давно, и я там всегда отвечала на вопросы ребят, когда они меня спрашивали, что-то там, и, ну, я знаю. Все, видео точно тушить надо. Да, тушите видео, потому что интернет, то ли в Саратове интернета нет, то ли у них там СМЕРШ прилетел, вихрь напал на них. Да что ж такого. Я, я, я хотел сказать, Артем тоже написал, только сказали про сейлс-хаб, и вот опа отрубила вихрь напал связь все давай я говорю что со всеми в общем надо дружить и тогда можно на самом деле очень круто выстроить я об этих нюансах буду говорить тоже но самая основная задача конечно рассказать о том как я могу выключить видео я уже отключусь не будете просто не справляйте основном мы будем обсуждать нюансы как заработать деньги будем говорить о том как вести бренд всех волнует сейчас продать продукт запустить продукт и об этом мы будем говорить в первую очередь ну в принципе логично потому что наше сообщество здесь достаточно молодое в этой группе насколько я помню где-то 20 да то есть 21 по-моему в сентябре день рождения будет год всего-навсего а всего этой бодягой мы занялись ну дай бог полтора ну единицы просто кто два года просто единицы я вот лично полтора года там с января того года то есть из-за этого тут действительно мы постепенно постепенно как стадия наработки начального капитала то есть такой у нас дикий запад или 90 вот так что постепенно будем развиваться и строить бренды вот так что очень интересно но действительно максимально мне супер просто интересно именно простой легкий трафик для товаров именно извне как это делается мне было бы интересно Илья еще есть вопросы будешь читать вот будет ли на вебинаре тема взаимопиара еще вопрос ну конечно за день если ну я же говорю кроме того что я максимально ну постараюсь вложить в эти 4 часа кроме этого я обязательно сделаю такую на 2-3 недели группу которая будет скрыта только для участников и мы будем дальше обсуждать это то есть я ну у меня есть доступ к огромному количеству курсов на которые я там подписывалась и я там училась прямую и у меня собрано ну очень много материала которые мне хочется перевести как-то ну как-то его структурировать для меня тоже будет интересно обсуждать с людьми мне всегда интересно ну на самом деле с вопросами людей рождаются идеи для себя очень часто я поэтому очень люблю вообще преподавание это я очень любила еще я была в Украине преподавала контекст и очень многому научилась в контексте за счет преподавания потому что у людей возникают очень интересные идеи которых часто ну и вопросы которых часто не задумываются но в этой группе я планирую вот так вот две-три недели может месяц максимально разбирать вот эти вот еще вопросы которые будут возникать если мы что-то не успеем обсудить обязательно можем обсудить это в дальнейшем основной вопрос по стоимости клика как находить блогеры желательно бесплатно или за минимальную цену какие еще вопросы ну вот я говорю основной вопрос про снижение стоимости клика и как находить блогеры желательно бесплатно или за минимальную цену и какой алгоритм контакта с ними то есть Азамат все вопросы в один сложил просто весь Это три, три этих, отдельных. Опять, все прием. Да. Все ясно. Еще раз, давай попробуем. Основной вопрос. По снижению стоимости клика, номер один. Как находить блогеров? Желательно бесплатно, естественно. Или за минимальную цену? И третий вопрос. Какой алгоритм контактировать с этими блогерами? То есть, на чего начать? Чем закончить? Что писать вообще? Как познакомиться там? Заинтересовать? Про снижение цены, про правильную настройку рекламы я расскажу уже на самом тренинге. Потому что там куча нюансов. Не успеем даже все разобрать. По поводу того, как находить блогеров, это мы очень много на самом деле находим напрямую. И есть несколько сервисов, которые тоже я дам ссылочки. Через которые можно просматривать блогеров. Ну и тоже я расскажу, как правильно их находить. Потому что у очень многих, кажется, что вроде много подписчиков, но по факту никакого от них результата нет. Лучше всего, конечно же, напрямую знать своих людей в своей сфере. То есть лучше сделать такой ручной анализ и находить тех, кто на самом деле лидер. И с ним уже напрямую общался. Про сервисы спрашивают англоязычные? Ну тоже есть как бы схема того, как это искать. Про сервисы спрашивают. Англоязычные же по-любому, правильно? Да, да. Ну, американские. Естественно. Закрытая группа будет потом удаляться? Или люди останутся вариться в ней внутри? Алло? Есть контакт? Спрашивает. Очень прерывается. Ну, сейчас закончим это мучение. Группа останется, это закрытая, и люди там будут в ней вариться дальше, продолжать общаться, обмениться. Ну, я планирую в месяц сделать, ну, там, не знаю, сколько времени, ответы на вопросы, а потом ее уже открыть для других, которые смогут заходить, коммуницировать между собой. Я тоже буду периодически отвечать, но я не смогу там отвечать каждый день, да? Вот. Но вот этот вот первый месяц я буду максимально сфокусирована на том, чтобы ответить максимальному количеству людей, там, каждый день буду заходить и отвечать на вопросы, которые у людей. Вот. Кроме этого, у меня в тренинге, ну, у меня написано, на самом деле, на странице, что если вы после тренинга поймете, что это не то, что вы там искали, не то, что вам надо, просто напишите мне, я вам верну стоимость тренинга. Потому что ситуации бывают разные. Может быть, вам показалось, что это то, что вам надо, но после тренинга вы поняли, что это вообще не то. Какая-нибудь скидка, уже вопросы пошли такие. Первый момент – это по стоимости. Второй момент – ссылку мы скинем после. И третий момент, может быть, для группы с скидкой, как мы с тобой говорили, вместо этого самого. Ну и есть, есть, нет, нет, значит. Ну и все, я думаю, тут, в принципе, достаточно всего рассказали. Мне кажется, можно уже будет заканчивать потихонечку. Да, я скину Денису скидку, которая, возможно, будет поделиться. Стоимость до 4 августа 100 долларов, после 5 – 150. И что еще я хотела сказать. У нас было много трудностей с оплатами, потому что, я не знаю, я выбрала российский сервис, а, видимо, в Украине как-то что-то блокируется, и не все платежи проходят. Потом у нас была проблема с приватбанком. И вроде мы все протестировали, я хотела сделать это все правильно, и потом даже уплатить налоги, и все сделать хорошо. Но приватбанк все заблокировал. И в итоге сейчас основные меры оплаты – это PayPal, Payoneer, и там напрямую на карту приватбанка. Payoneer – оптимальный вариант в SEO-то как раз. Payoneer будет или нет? Больше всего платят на Payoneer. Ну, в основном амазонщики у меня, и поэтому большинство плат приходит на Payoneer. Это логично. У меня на сайте указаны реквизиты, то есть вы скидываете сумму на Payoneer, и внизу есть форма заявки, ее просто заполняете для того, чтобы мне в систему пришла эта информация, я только нажала кнопку «Подтвердить», после того, как увидела, что вы оплатили. Можете в комментариях указать кошелек, который вы отправляли, либо там на следующей странице есть «Подтвердить», «Пайонер». Саша пишет, что меня слушать надо было. О чем он? Илья, скажи, я не пойму. Надо было. Что-то советовал. Ну да. Ну, в любом случае. Хорошо. Я думаю, достаточно информации, цена всем, я думаю, понятна, по поводу всех этих скидок и всего остального. Можно просто на пост сюда скинуть, люди будут переходить да покупать. Мне кажется, очень интересный формат. Такого у нас не было. Полезно. Вот у нас еще... Сашу подключим, он там в своей группе все рассказывает, ко мне в гости не приходят. Так что, в любом случае, потом все соберем и поговорим дополнительно. Так что еще что-нибудь есть рассказать? Где заканчивать будем потихонечку? Алло. Есть контакт? Нет, есть. Натали, видимо, уже... Я понял, да. Натали, походу, уже все. Шторм накрыл их. Александр, я тебя приглашаю. Так что давай созвонимся и с удовольствием мы проведем вместе лайв. Так что я всегда приглашаю. Не надо. С удовольствием. Ну, Наталья, мы, я думаю, заканчиваем. Связь у нас не очень, к сожалению. Надеюсь на... Да, я говорю, что у меня, скорее всего, из-за того, что у меня этот ураган планируется, надеюсь, нас не снесет. Вот. Я думаю, у тебя там со связью все будет хорошо на этом вебинаре. Удачно провести его. Ну и в любом случае, пиши посты, то есть что-то интересное. В группе мы тебя тоже ждем и интересно пообщаться будет. Окей. Все, Илья, тебе тоже спасибо большое. Спасибо. Да, спасибо, ребят. Всем... Все, спасибо. Кинься, да, ребята. Все, спасибо. До свидания, пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok